Республиканский учебно-методический сбор молодежных отрядов охраны правопорядка начался на священной земле Брестской крепости. Гости и участники мероприятия в торжественной обстановке открыли обновленную знаковую табличку с QR-кодом у входа в мемориальный комплекс и тем самым присоединились к историко-патриотическому проекту «Цифровая звезда». Теперь каждый, кто захочет узнать об истории и героическом подвиге защитников цитадели, может сделать это с помощью смартфона, просто осканировав QR-код. В Беларуси не должна исчезнуть память о трагической судьбе солдат и их подвиге, поэтому представители молодежных отрядов охраны правопорядка со всей страны приняли участие в патриотической акции «Беларусь помнит». Сегодня нам исполнилось 19 лет вообще с первого образования отрядов МОП и это событие подвигло на то, чтобы устроить вот этот вот парад. Сегодня мы несем фотографии героев, которые отдали свою жизнь в боях за то, чтобы мы с вами ходили под солнечным небом. Колонна проследовала к площади церемониалов, где участники акции возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания подвиг героев. В Республике Беларусь сформирована площадка для того, чтобы патриотизм на самом деле нес практическую составляющую. Так молодые патриоты и зимой, и в зною, и в летом несут службу вместе с органами внутренних дел, с органами подразделения по чрезвычайным ситуациям, несут службу в вооруженных силах, перенимают опыт у старших товарищей для того, чтобы стать в своей будущей жизни настоящими защитниками Отечества. И, конечно, очень важно в год мира и созидания понимать, что того самого мира не может быть без почитания памяти подвига наших предков. Сегодня в Беларуси насчитывается 1700 молодежных отрядов охраны правопорядка, в состав которых входят 16 тысяч молодых бойцов. И в их числе отряды, сформированные на базе высших учебных заведений Брестской области, которые являются одними из лучших в стране. Всего в Брестской области создан 61 отряд. В рамках данных отрядов задействовано 961 человек. Основное направление данных отрядов направлено на именно патриотическое воспитание нашей молодежи. Ребята полноценно участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в нашем регионе, особенно на примерах таких, как празднование Дня города, 9 мая, общественно-политических мероприятиях, на спортивных мероприятиях. За время существования молодежного движения налажено тесное сотрудничество с органами УВД, МЧС и ОСВОД, погранслужбой страны. Для них бойцы отрядов – это потенциальный кадровый резерв и будущие защитники страны. Именно поэтому следующим пунктом сбора стала воинская часть 55-26, где за работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и профилактике противоправных действий в молодежной среде развитие правоохранительного движения наградили лучших представителей отрядов. Для участников мероприятия подготовили зрелищные показательные выступления отряда милиции особого назначения, а также кинологической службы. После мероприятия его участников пригласили на диалоговую площадку, где обсудили множество тем, основными из которых стали патриотические проекты, дальнейшие направления развития правоохранительного движения и подведения итогов работы. Действительно проделана большая работа, потому что ребята трудятся у нас в таких наших известных уже республиканских акциях, как «Летний патруль», «Зимний патруль». Это профилактика на водоемах, авториях рек. Конечно же, мы обучаем молодых людей, молодых семей не оставлять детей без присмотра, потому что детская жизнь, она важна. И здорово, те ребята, которые участвуют в профилактических мероприятиях, они сами не будут являться в любом случае априори нарушителем. Охрана молодежного правопорядка помогает тебе дисциплину, быть достойным будущим мужчиной и иметь мужество какое-то. Даже если ты захочешь куда-то дальше продвигаться в структуре милиции, МЧС, что-то еще такого, то есть она тебе поможет, и ты будешь более ответственный, будешь знать примерные планы, что делают милиционеры. Подобные мероприятия сплачивают, позволяют наладить контакты и взаимодействие представителям из разных регионов, обменяться опытом и перенимать лучшее, а потому этот семинар не станет последним.